здравствуйте товарищи мы с вами на авроре студии роман шахов есть такая избитая фраза времена всегда одинаковые наверное так как это уже определенные клише и фраза в какой-то степени культовая наверное в этом есть свой резон и тем не менее мы живем вот мы с вами очень странно и если не сказать больше время когда люди которые любят свою страну борются за нее воспитывают своих детей патриотами и нормальными адекватными достойными людьми становятся в лучшем случае сгоями а то и в общем в целом маргиналами а предатели негодяи и ну скажем так своеобразные личности со своеобразным мышлением становятся лидерами общественного мнения мы стараемся здесь на авроре я в том числе и в политических передачах и передачах посвященных культуре спрашивать за последнее время пока идет специальная военная операция а что же происходит у нас в стране и в культуре прежде всего пока ответов на это нет но вот сегодня у нас в гостях очень достойный очень интересный человек красивая женщина актриса режиссер общественный деятель лауреат государственной премии россии в области литературы и искусства ольга будина здравствуйте ольга здравствуйте роман ольга я такое предисловие сделал ну вот тоже как-то накипело потому что я действительно я разговариваю и с гостями нашей студии когда мы не только в эфирах и не получаю ответы и действительно все это очень грустно и тем не менее все равно россия это та страна где чем хуже тем быстрее ты думаешь что тем быстрее мы все-таки победим с трудом но победим но вот какой у меня к вам вопрос пожалуй даже не вопрос а просто давайте поразмышляем пообсуждаем почему на ваш взгляд за то время за сколько у нас девять с половиной месяцев длится специальная военная операция внутри страны и особенно в нашей с вами сфере культурный не меняется по моему вообще ничего нет может быть что-то где-то меняется но мы обычные люди обычные я подчеркиваю мы этого не видим не ощущаем и не понимаем у вас есть ответ на этот вопрос пока вы говорили я для себя ответила как бы несколько пунктов на которых хочу последовательно ответить я молчу все вот первое первое что сразу вот захотелось сказать вам насколько у вас красивый тембр голоса когда вы говорили я когда вы не говорили я не смотрела на вас я вас слушала и я думала о том что вот раньше когда отбирали дикторов на советское телевидение это был невероятный конкурс это должен быть действительно очень красивый тембр голоса человек должен владеть этим голосом уметь его беречь уметь его правильно грамотно использовать уметь ухаживать за ним сохранять его и и определенные были тоже требования к внешности дело не в том что диктор должен был быть красивым все люди разные но внешность должна быть приветливая и этому человеку этот человек должен вызывать доверие вот это чувство эмпатии обязательно потому что если вот эта приветливость это доверие не будет перелетать через экран телевизора тогда все новости как бы ни о чем а новость ведь были важные вы же тогда строили новую страну и в этом смысле я хочу и отвечая в том числе на ваш вопрос я хочу напомнить слова бертольта брехта искусство это не зеркало отражающая реальность а молот его формирующий и в этом смысле искусство как символы как знаки как образы это и есть тот самый молот молот не в смысле вот этого металлического большого тяжелого а молот это вот такое для обычного человека что-то что-то невесомое что-то едва уловимое непонятное а между тем это и есть тот самый молот потому что знаки и символы образа правит миром можно говорить про вот так называемый 25 кадр но даже мы можем не говорить про 25 кадр а просто даже понимая и осознавая что означает фраза все мы родом из детства наши сказки наш союз мультфильм вот эти детское кино когда добро всегда побеждала зло и мы с этим выросли и поэтому в нас невероятно сильно чувство справедливости если говорить о каком-то русском коде а чего он состоит русский культурный код я бы для себя на первое место поставила бы в качестве пункта номер один характера русского человека чем не важно кто он по национальности русский это понятие над национальное да это ими прилагательное чувство справедливости вот этот ген справедливости есть у нас у всех русских это такое как бы определяющее значение так вот возвращаясь к вашему вопросу к вашему красивому тембру голоса и к критериям который предъявляли при приеме на работу на советской телевидении когда ты представляешь суверенное государство ты безусловно ты горд ты чувствуешь себя очень уверенно и у тебя есть колоссальное чувство ответственности и вот это чувство ответственности впитывалось молоко матери если мы сейчас посмотрим а к счастью сохранились документальные кадры интервью детей интервью советских детей как они рассуждают это же фантастика что они говорят и светлые лица кстати они все очень же у них живые глаза они очень красивы они очень непосредственные они грамотно разговаривают даже если это трехлетний ребенок он выговаривает все звуки и он мыслит он не ерунду какую-то говорит его речь не просто фраза а речь вполне осмысленно что они говорят я не хочу быть богатым я не хочу иметь много денег что такое он несет мой сейчас да когда прожили 30 лет в либеральной парадигме а думаешь какой-то сумасшедший его неправильно это пропаганда пропаганда которая говорила нам о том что советский союз выращивал нищебродов мы к этому тоже я бы хотел что мы вернулись к этому к этому тезису что они говорят основная их мечта детей мир во всем мире мы хотим чтобы все жили дружно чтобы все были добрые чтобы всегда светило солнце то есть у них супер нормальные или архи нормальные или мега нормальные но самые человеческие мечты а уж там дальше все устроится вот если будет мир во всем мире и солнце будет светить вот она дальше все устроиться почему они так говорили а потому что с измальства в них так или иначе закладывалось вот на так называем двадцать пятом кадре вот эта идея народосбережения даже в таких маленьких детях потому что задача суверенного государства номер один народосбережения и все было подчинено этой задаче какую бы отрасль вы не взяли вот в студии радио аврора вы периодически приглашаете елена николаевна ведуту которая рассказывала о том она живет еще и дочь до своего в общем-то великого отца и человек рассказывал очень много нам про то как же это было у нас в советской экономике да она говорит про ошибки про грехи она рассказывает что было упущено и мы теперь помимо да точно это было упущено но сколько было гордости сколько было ответственности и до сих пор люди которые сегодня живы которые среди наш наш на наши соотечественники которые помнят советское время которые тогда жили и занимали может быть какие-то посты они до сих пор чувствуют ответственность за страну и я думаю что все нормальные люди которые родом из советского союза в них это есть ответственность за свою страну которая заключается что ты ответственны за народосбережения народосбережения невозможно без нравственности а нравственность эта культура верно как культура это вообще все она может быть без нравственная она может быть нравственная да культура это как воздух без культуры не обходится ни одна сфера человеческой жизни она везде но культура может быть разной и она может быть подчинена интересам туловище ниже пояса а она может быть возвышающей вспоминаем слова бертольта брехта и вот еще я сейчас вспомнила цитату вот если я не ошибаюсь вот папам по моему и махатма ганди я могу ошибаться о том что народ это не тот кто он что-то на самом деле а тот о чем о чем он мечтает чем он думает да вот не помню дословно носу передано очень точно да если вы хотите понять что это за народ да значит узнайте его мечты и вы поймете что это за народ о чем он мечтает если мы говорим про западную цивилизацию то это обязательно будут вот эти хотелки и они будут касаться преимущественно материального мира идем дальше в чем разница наших культур и почему 30 лет в западной такой либеральной парадигме для нас были невероятно губительны я для себя на этот вопрос отвечает таким образом понимаете когда америка западная европа в общем-то с момента своего основания у них они для себя при капитализме да и так или иначе при либерант демократическом строе вот в этой как бы идеологии они существовали всегда и когда потом значит уже стали насаживаться идеи трансгуманизм об этом и сегодня скорее всего не успеем но это вот слом человеческого в человеке который начался с 60-х годов они все равно это воспринимали более-менее естественно и внедрение наркокультуры и рок культуры и так далее и вот культ девиантного поведения лгбт и так далее они все прям более менее нормально почему потому что либерализм как идеология заключается в правах человека и в свободе личности и личность в либеральной идеологии стоит на первом месте желание личности хотелки личности индивидуализм индивидуализм а это означает то что либерализм как идеология и выступает против государства потому что интересы личности как правило идут вопреки в перпендикуляр интересам общества и поэтому отматывая вот эту как бы вот как бы линию вот эту ниточку мы приходим к тому что когда в 90-е годы на нас вот открылись эти границы и мы как бы стали на себя надевать вот этот либеральный кафтан старшее поколение извините но она просто стал и шизеть от того что это невозможно это непонятно это недопустимо это вообще никак и вот 30 лет выросло уже почти два поколения а старшее поколение воспитаны на консервативных ценностях на традиционных ценностях они не понимают как это так ты свои интересы ставишь выше интересов общества это недопустимо и таким образом конфликт отцов и детей именно в нашей стране имел вот такие чудовищные последствия чудовищные если в странах запада конфликт отцов и детей не настолько болезненный как он он может быть болезнен может быть не там проще как-то к этому относится тебе 18 лет все живи своей жизнью да там а я пойду на пенсии там путешествовать у них все как-то легче и проще а у нас нет у нас старшее поколение до сих пор не может пройти мимо подростка который там сидит на каком-то бетонном полу он скажет встань пожалуйста ты простудишься да надень там шарф надень шапку то есть это это как бы в крови уже то есть ты как бы должен быть ответственный за все что ты видишь и если что-то лежит неправильно пойди и исправь вот помните пионерских лагерях была такая даже фраза не согласен возражай возражаешь предлагай предлагаешь выполняет и вот они выполняют если ты не согласен с этим да то ты выполняешь что ты делаешь замечание если что-то лежит неровно пошел и поправил и в общем то до сих пор на именно людях советской закалки держится наша страна почему же это все тщательно так скрывается вот-вот к вашей последней сейчас фразе на советских же людях держится страна или на тех кто воспитан был тот базис да начальна том базисе потому что они понимали что такое с молоком матери как бы впитывать этой задачи народосбережения причем я вот уверена что большинство из них так бы никогда не сказали ну как бы для них это нормально а чем у меня у меня как задача народосбережения о как интересно да ладно да ладно чего вы там говорите это как бы это слишком пафосно как вы сказали на самом деле ну просто так надо я поэтому так и делаю они же так рассуждают они ведь очень скромные и это вторая черта советских людей ну на мой взгляд да я же говоришь о своем конечно конечно удивительная скромность и когда они чего-то достигали здесь не было такого что я достиг какой я крутой нет была другая реакция спасибо вам большое за то что как у меня есть такая возможность я горд и счастлив тем что я могу служить своему отечеству а теперь вспоминаем пушкинскую строчку и долго буду тем любезен я народу что чувство добрый я лиры пробуждал я буду народу любезен за то что я пробуждал и то есть большое спасибо вам что вы меня слушаете большое спасибо вам что вы становитесь лучше от того что я наверное говорю что-то хорошее а совершенно как бы другая тема а вот чуть-чуть забегая вперед сегодняшний день когда вот эти наши не будем называть по именам звезды попсы по уехавшие сейчас ведь дают интервью о том что оказывается они кормили советский союз да да о том что они столько зарабатывали что значит мы должны быть благодарны и и в этом смысле мне хочется немножко вот так как бы закинуть нашим зрителям и слушателям такую как бы тему вы наверняка знали и знаете исполнителей которые лучше поют откровенно лучше держится умнее но почему-то мы их не видим а мы видим вот то что мы видим и ведь но как бы есть какие-то причины наверное почему так происходит поэтому если этим звездам как бы эстрады было позволено так долго на ней находиться не будучи самыми лучшими представителями своего вида искусства то может быть надо просто скромно промолчать или это вот тот самый либерализм который въелся уже до какой-то вот да вот настолько глубоко что люди не понимают что они говорят в них к сожалению вот этого советского чувства справедливости и советского понимания скромности не осталось от слова совсем то есть 30 лет пребывания проживания вот в этой либеральной парадигме похоронили все то хорошее на чем они были воспитаны а происходит это очень быстро известность власть богатство развращают и когда помните вот в сказках что нужно пройти чтобы стать настоящим человеком огонь воду и медные трубы ломаются то все на медных трубах конечно потому что испытания мы сильны мы проходим воду слезы страдания мы тоже можем выдержать но самая крутая вещь вот сама такая ловушка западня это конечно медные трубы тщеславие один из самых больших грехов эгоизм эгоцентризм а это все лежит в основе либеральной идеологии поэтому возвращаясь культуре я так долго отвечая на ваш первый вопрос про культуру а ведь из этого все и проистекает культура являясь отражением идеологии транслирует те культурные коды которые необходимы так сказать правящему режиму и поэтому современное кино современные спектакли вообще современное искусство мы генетически с очень большим трудом воспринимаем это не наше искусство потому что она не отражает те смыслы на которых мы воспитаны те смыслы за которые солдаты готовы воевать не до последнего патрона а до последней капли крови вот это очень важные вещи ты не будешь умирать за черный квадрат малевича прошу прощения да что ж такое да видимо когда я слышу про черный квадрат у меня сразу как-то не в то горло что-то попадает да прошу прощения продал вот за картину воснецова три богатыря будешь ну вот есть это же вот очень просто да это как как-то однажды слышала дети размышляли мальчишки размышляли что такое любовь вот нравится тебе девочка вот как понять ты в им ее вот 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 любишь или не любишь и вот у них такой как бы есть критерий вот если ты готов отдать за нее жизнь наверное да а если не готов то просто нравится все же очень просто не надо ничего выдумывать оно лежит на поверхности но мы за эти 30 лет настолько привыкли жить в такой лжи в таком самообмане что даже наверное сами себе не признаемся в этом информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры но самое главное и самое как сказать страшное это то что родители не понимающие таких вещей не понимающие как бы сказать не не понимающие ценность правды воспитывают своих детей тоже в обмане и говоря о том что все мы родом из детства а это действительно так я в определенном смысле боюсь заглядывать будущее мне хочется верить что большинство родителей в нашей стране другие вот что они так сказать схожи со мной во взглядах и понимают это и в общем то люди которые подписаны на мой телеграм-канал вот мои подписчики они такие же то есть здесь у нас единомыслие но я не знаю сколько их судя по количеству добровольцев отправившихся в зону проведения специальной военной операции я предполагаю что все таки таких людей много но они не живут в мегаполисах в этом смысле мегаполис как рассадник хотелок очень сильно развратил своих жителей и в общем то если говорить про анализировать процентном соотношении откуда больше всего по уехавших то конечно же это из мегаполисов вот по этой же самой причине а как раз провинция сумела сохранить в себе истинную любовь к своему отечеству чем понимание что это такое чувство родины чувство товарищеского плеча опять им тут интересно нас учили подставлять плечо да как бы поставить плечо помоги да а вот за последние 30 лет либеральной идеологии другая тема до распихивать всех локтями иди по головам человек человеку волк человеку волк волк почему потому что все превратилось в рынок свободный и и рукой невидимой рукой но как бы сейчас часто мы уже все видим настолько на все прозрачным сделал в данном случае интернет для нас что мы уже все это всю эту невидимую руку уже все увидели и что король голый мы уже сказали хотелось бы чтобы так сказать это подхватило как можно больше количества людей ведь говорится да что если 10 процентов пассионариев появляется в обществе то значит уже это будет ознаменовано каким-то серьезными переменами очень бы хотелось чтобы так сказать вот эти 10 процентов как можно быстрее у нас самообразовались самомобилизовались и самоорганизовались или как соорганизовались как можно и самоорганизовались почему вот и тогда уже эти люди скажут мы хотим культуру которая отражала бы смыслы нашей жизни мы ради чего живем если культура является отражением общество живущего традиционными ценностями то и искусство которое создает это общество будет адресовано будущим поколением она будет изначально создаваться на века и в данном случае она становится бесценным если мы говорим про либеральную идеологию в которой искусство неминуемо рынок потому что все должно продаваться и все является услугой то тогда мы понимаем прекрасно что искусство превращается все и минутное я сегодня должен потрясти условного покупателя чтобы я его интерес смог как можно выгоднее для себя капитализировать и и поэтому совершенно другой ракурс одних и тех же культурных явлений вот к примеру сегодня наши деятели культуры говорят слушайте но в конце концов нужно же у нас большая проблема с импортозамещением в сфере кинематографии нужно срочно производить современные отечественное кино да срочно где вот у нас начата что это у нас эти капитана америки бэтмены там человеке пауки мечи джедая самурайские мечи и все в таком духе это в каждом фильме сегодня да так все точно иванушка дурачок василиса прекрасно да да вот это все да они говорят значит так берем вот эту западную кальку вместо полуков туда типа там илья муровца либо ванушка дурачка и поехали и вперед разве при таком подходе возможно ли осмысление тех образов добра на которых воспитывались мы невозможно я сразу отвечу по одной простой причине современные западные фильмы построены таким образом на уровне сценария они двигают сюжет они должны двигать вашу нервную систему чтобы она всегда куда-то бежала и у нее не было времени задуматься не нужны думающие люди советское искусство советский кинематограф всегда был прямо противоположен про смысл и заставлял думать конечно всегда были паузы какие-то длинные планы к примеру почему мы любим фильмы балабанова это длинные проходы это какие-то для чего для того чтобы зритель мог подумать режиссер всегда закладывал фильм какие-то моменты для это а вот это для того чтобы ты подумал вот в этом моменте думай в западных фильмов такого нет там всегда сюжет который ты потом и не вспомнишь потому что он настолько насыщенный так но это много вот этого саспенса что смысла не остается и еще раз повторюсь он не нужен не нужно чтобы зритель второй и третий раз пересматривал этот фильм так же как не нужно чтобы лампочка светила сто лет мы уже знаем да что электрическая лампочка она в общем-то непотопляема если сделать ее правильно может светить сто лет да да и батарейка может долго да так это же проявляется во всем и в сфере искусства та же самая тема ты должен посмотреть этот фильм и быстро захотеть посмотреть что-то другое ты не должен этот фильм пересматривать потом ходить кругами и думать о нем нет это никому не надо ты должен быть только потребителем и в этом смысле то есть когда мы просто мы понимаем что какая сверх задача да вот мы с вами актеры мы понимаем что когда режиссер ставит спектакль он говорит вот это ты играешь по первому плану а вот это играешь по второму плану а задача нашего спектакля или нашего фильма есть задача а есть сверх задача для чего мы это делаем так вот понятие сверх задачи сегодня абсолютно выхолощено таких слов не знают просто не знают в том-то и дело я иногда читаю лекции для кинематографистов для режиссеров для продюсеров и могу сказать что они не знают таких слов более того вот как наша медицина препарировала человека на органы она не может воспринимать человека как единый организм для них это уже кашу единый у тебя есть уши у тебя там есть это у тебя и вот это да и начать лечить по очереди каждый до калеча своего соседа да то же самое сейчас происходит в сфере кинематографии объясню что имеется ввиду есть на уровне написания сценария нет целостного вот этого его написания там все тоже поделено на разделы значит один пишет не знаю там синопсис другой там пишет какую-то там основной канву там третий пишет диалоги и так далее так далее то есть сплошное какое-то расчленение но а зачем с той же самой целью создание узко ориентированного специалиста когда бы сценарист это уже узко ориентированной специализации нет еще надо уже еще надо сузить да и вот даже вот среди сценаристов тоже есть специализирующих на на какой как poderia как ну какой-то на какой-то одной конкретной значит отрасли даже не отрасли я даже не как ее назвать что это какая-то тоненькой такой линеечки да вот которую ты делаешь и твой его цвет вот этот поток конвейер вот этих сценариев и ты вот в этом конвейере в каждом сценарии ты делаешь только вот одну эту крошечную работу везде а на выходе уже мы видим что чего то куда то все летит куда-то что-то она двигается куда-то она несется что-то там стреляют бегают и так далее так далее а про что фильм про что фильм да какая разница про что фильм те же было интересно ну ты же сидел как прикованный да но ты же просидел там полтора часа ты же не встал попкорн сожрал сожрал все нормально вот и все что они сделали с искусством они его похоронили они его расчленили и они сейчас очень не хотят в этом признаваться нет в этом они опять на ваш вопрос куда делась искусство вот она куда делась они не хотят сегодня создавать великое искусство потому что она не будет так капитализироваться потому что сегодняшнего зрителя необходимо воспитать прежде чем он почувствует вот этот вкус на банальном бытовом примере это как если бы человек который всегда привык есть какой-нибудь там доширак условный да вдруг попробовал там блюдо высокой кухни он не очень поймет что имелось в виду а может даже отравиться и может быть ему даже будет невкусно потому что он привык вот к тем на усилителем вкуса это ведь тоже такие важные вещи если ассоциировать с кино да то вот этот саспинс это есть и сама усилители вкуса вот это самый глутамат натрия да на натуральную пищу когда вы ели вы когда смотрели великий мировой кинематограф к счастью ведь он остался осталось великое европейское кино великое советское кино оно осталось оно живо сегодня вам скучно его смотреть потому что она движется не столь быстро не столь интенсивно вы люди с клиповым сознанием вы уже не можете сесть и подумать зачем вы живете вам скучно вам кажется что это не информативно не информативно это очень страшно а зачем вам нужно такое количество информации быть может быть заглушить ту пустоту которую вас внутри но они тоже в этом никогда не признаются а может они просто этого и не знают что это это пустота здесь можно вспомнить русскую народную поговорку правда глаза колет а это очень страшно найдутся ли сегодня деятели искусства готовые в этом сами себе признаться или они будут дальше говорить о том что импрессионизм и черный квадрат малевича это великое искусство нет это безусловно они будут продолжать говорить но вот послушав ваш монолог очень обстоятельный практически все вопросы которые я вам здесь заготовил в общем то они здесь были затронуты но у меня родился еще один вопрос а вам не кажется что надо проводить спецоперацию у нас в культуре почему очень жесткую а может быть подчас и жестокую но вот смотрите здесь мы вы же правильно абсолютно в самом начале сказали о том что подобные вещи как бы мы их сами не инициировали но в общем-то отмашка будет дана да как бы сверху должна быть дана и здесь мы с вами прямым образом подходим к недавно в общем-то возникшему указу президент об основах внутренней государственной политики и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей это очень важный документ с нашей точки зрения мы боролись за него целый год мы устраивали съезды консервативной традиционной общественности для того чтобы наконец-то обсуждение проекта указа президента перешел из минкульта в совбез мы занимались этим весь прошлый год и это таки произошло и совбез занялся этим указом и 9 ноября 2022 года 6 часов вечера уже не проект указа а уже подписанный указ появился в интернете с одной стороны это наша большая победа его сейчас я очень коротко расскажу про плюсы и минусы этого указа значит к неоспоримым плюсом можно отнести то что из нашей письменной и устной речи теперь должны быть изъяты слова иностранного происхождения то есть отменена латинизация и американизация русского языка это прекрасно тут я давно выступала с этим предложением в том числе на военно-техническом форуме армия 22 вот в августе этого года и я очень рада что не знаю моё ли предложение было услышно или так совпало да что мы хотим одного и того же но в общем это произошло про запрет пропаганды лгбт говорить наверное не нужно да мы опять-таки традиционная родительская общественность долгое время боролась за это поддерживала и инициировала и опять-таки это все случилось мы сейчас гринтука про хорошее значит традиционные духовно-нравственные ценности все-таки у нас учреждены и там есть перечень что же подразумевается и там есть пункт о том что традиционным духовно-нравственным ценностям относится ответственность за судьбу своего отечества вот там есть эта тема это прекрасно возможно я сейчас не все вспомню хорошего но сразу перейду сейчас к не могу сказать что к плохому да не хочет просто употреблять это слово а скажем так к вопросам да вот у нас остались вопросы почему-то из самого указа президента был изъят пункт о том что русский народ является государство образующим в проекте указа это было интересно да то есть о том что российская федерация это много национальный и много конфессиональный народ это понятно и мы так в общем-то жили много веков да и может даже тысячелетий сохраняя культуру своих то сказать соседи других народов да то есть у нас есть этот опыт проживания в мире согласие с представителями других религиозных и культурных конфессий а сейчас почему-то вот государство образующий русский народ почему-то не является таковым здесь честно говоря мне очень обидно почему потому что в свете паз текущих событий да у нас же ведь на фронт ушли в общем-то русские до мужчины а президенты многих стран многих вот как бы бывших союзных республик до сказали что их мужчина не пойдут и они пошли но они приехали в россии занимать рабочие места да но при этом они не идут а государство образующие русский народ теперь не является понятно да да она это первое и второе то что меня тоже как-то смутил да мягко говоря вот тот вопрос который хотела задать дело в том что указе президента не обозначен тот орган который то ведомство а структура который будет следить за выполнением положения этого указа то есть условно говоря вам предписано делать вот так но если вы так не сделаете кто за это не отвечает ну как бы ну плохо вот то есть вопрос у нас остались понимаете но несмотря на это я считаю что это супер позитивный шаг ну то есть какое-то движение все-таки государственная машина идеологическая машина не может развернуться в одночасье это всегда некий процесс наша страна огромная 30 лет она жила совершенно другой парадигме как сказать не то что в другой в той парадигме от которой мы сейчас так или иначе должны будем развернуться в противоположную сторону иначе цели и задач специальной военной операции будут не выполнены потому что это все очень взаимосвязано и таким образом вот осознанность в общем-то каждого человека вот вот этой правды которая должна быть в каждом человеке зависит от того насколько быстро мы сможем развернуться если мы будем если мы не будем честны сами с собой этот разворот может занять еще бог знает сколько времени ольга не очень хочется завершать наш разговор очень интересный очень познавательный ну в принципе я на это и рассчитывал в общем то получил даже больше чем ожидал надеюсь наши зрители и слушали то на слушатели тоже не хочется сейчас говорить обо всех этих голубых огоньках которые наверняка будут без особых изменений в ближайшем я знаю будут в ближайшем да может быть не в таком количестве как мы привыкли но все равно в общем то одни и те же лица и это опять к вопросу о спецоперации в культуре ну и но это даже не культура но в массовой культуре да вот все-таки оля но если такой человек как вы активный эмоциональный честный продолжает бороться но все-таки мы же должны победить правда я думаю что при всех сложностях но прорвемся мы или все-таки вы просто сказали вот в своем монологе прозвучала фраза что но иногда у меня бывают какие-то сомнения в каких в том что все пройдет хорошо то есть что то вот бывают какие-то моменты когда сейчас есть сложности но я стараюсь от себя это это гнать то есть все равно верю в победу хотя сейчас как раз вот осенью по крайней мере очень много не самых приятных новостей приходит именно оттуда то чего не было в первой части да вот этого года и это конечно действительно не особо вдохновлять но у нас другого выхода нет и мы просто обязаны бороться что я могу ответить вам я уже сказала про вот эти 10 процентов пассионариев а откуда они возьмутся а все очень просто вот у нас же часть народа которые даже не уехали они по прежнему сидят на диване пожирая попкорн и смотрят так с высоты своего положения социального чем закончится кино под названием сво и они прямым текстом про это говорят и вот пока они будут сидеть на диване и пожирать попкорн и по-прежнему заниматься потребляться вот так долго это и продлится это первое и второе обратите внимание насколько сегодня поддерживают друг другу представители как раз вот в общем либерал противоположного лагеря как они друг друга поддерживают насколько они друг друга как бы и интервью дают и ролики записывают и так далее только я чуть не понимаю а наши традиционщики где они где больше трех недель почти месяц скоро будет как мое имя поливают грязью хоть кто-нибудь кто-нибудь записал ролик защиту кто я не знаю я безусловно это переживу но есть вопросы но я так смотрю на этот цирк и думаю а вы вообще про что вы чего хотите мы так и будем смотреть когда будут наших мочить и пожирать попкорн тогда чем вы отличаетесь от них давайте на этом закончим вот такой у нас сегодня эфир случился на информационном агентстве аврора или на радио аврора вот там таких вещах мы сегодня разговаривали и будем продолжать разговаривать пока есть такая возможность пока есть такое желание желание и возможности я думаю будут большими долгими в любом случае есть над чем подумать но и особо расстраиваться не стоит потому что у нас нет другого выхода мы должны победить а иначе тогда нас просто не будет ведь так как говорится отступать некуда позади москва как ни парадоксально но тем не менее этот лозунг тоже становится актуальным но в любом случае я думаю что при всех сложностях мы обязательно будем в более позитивном настроении ближайшие годы вот только еще хочет что-то добавить можно роман я добавлю к тому что вы только что сказали нам отступать нельзя не только потому что позади нас москва что действительно может стать актуальным дети будущее дети все что мы сегодня делаем и почему я сегодня здесь в этой студии дети это единственная и самая главная и самая важная причина дети актриса режиссер общественный деятель лауреат государственной премии россии в области культуры и искусства ольга будина сегодня была у нас в гостях я надеюсь что мы еще встретимся с ольгой через какое-то время и продолжим этот разговор возможно в более позитивном ключе но как бы то ни было меня зовут роман шахов смотрите аврору слушайте аврору подписывайтесь на аврору ну и помогайте авроре чем можете ваша помощь нам в помощь спасибо всего доброго и всех благ